Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Сегодняшний выпуск мы снимаем неподалеку от Петропавловской крепости, той самой, которую в народе звали Русской Бастилией, где проклятый царизм, сословный о монархии Романовых, держала своих противников в камерах, политических преступников, начиная еще с XVIII века. И, находясь в таком месте, снимая очередной выпуск вблизи от Русской Бастилии, не грех обратиться о дня сегодняшнего к урокам русской революции, тем более, что они в значительной степени сопряжены с сегодняшними нашими политическими событиями. В свое время классики Маркс и Энгель заметили, что история повторяется. Ну, они в этом плане цитировали Гегеля, который первым отметил эту истину. И первый раз в виде трагедии, и второй раз в виде фарса. Так вот, тот трагизм борьбы русских революционеров против царского самодержавия, который мы наблюдали из истории, знаем, 100 лет назад, 150 лет назад, 200 лет назад, ныне, в нынешних условиях борьбы с президентским самодержавием Путина, зачастую принимает некие фарсовые формы. Что удивительно, наша оппозиция, как они себя называют, объединенная оппозиция, то есть надо понимать так, право-левая оппозиция, или, если вспомнить известную формулировку Сталина, как-то в сердцах он такую объединенную оппозицию охарактеризовал, как право-левацкие уроды, повторяет все то, что уже было в истории русского революционного движения. Естественно, с поправкой на время, и поэтому все это выглядит скорее комично. Так, например, в начале августа стало известно, что у оппозиции нашей, объединенной, той самой, про которую Сталин говорил, право-левацкие уроды, есть, оказывается, целый план действий на август и сентябрь и октябрь. И план действий этот обнародован в интернете, всем доступен и каждый может прочитать. Предполагает он организацию массовых акций протеста. В частности, 15 сентября якобы 200 или 300 тысяч людей придут на площадь в городе Москве, будут там митинговать за отставку президента и Госдумы и не уйдут с этой площади до тех пор, пока Путин не уйдет из Кремля, а Госдума не похинет свое место на охотном ряду. Я, конечно, могу себе представить, что в хорошую погоду, 15 сентября, в солнечный московский день, немалое количество москвичей и гостей столицы захочет прийти и выступить за то, чтобы в кресло Государственной Думы поменять либерала со справкой из дурдома Хинштейна на национал-либерала с Киров лесом Навального. Это, безусловно, мощный стимул для любой акции протеста, особенно для той аудитории, которой традиционно апеллирует наша объединенная оппозиция. То есть городской средний класс, она же питательная среда либералов, они же декабрьские протестанты, они же мартовские участники голосования за Прохорова. И, соответственно, люди весьма и весьма далекие по своим настроениям от левого движения, вообще от коммунистов в частности. Но суть-то не в этом. Мы понимаем, что стратегия и тактика вещь хитрая, и в борьбе за демократизацию страны, за расширение условий для деятельности рабочего, профсоюзного, социального движения, блоки, компромиссные решения и совместная деятельность вполне допустимы. Однако есть сомнения, что мера, предложенная в виде стояния на московских площадях, будет эффективной. Мы помним, как 5 марта в фонтане в Москве Сергей Станиславович Удальцов прямо заявил, что он из этого фонтана не уйдет, пока Путин не уйдет из Кремля. Прошло ни много ни мало, как 4, а то и 5 месяцев почти будет, а Путин по-прежнему в Кремле. Вот только Сергея Станиславовича в фонтане нет. Боюсь, что и 15 сентября будет примерно то же самое, как у Удальцова с фонтаном. Еще одна мощная мера – организация забастовок, акций протеста на предприятиях. Для того, чтобы организовывать забастовки, хотя бы за простейшие экономические требования, надо иметь разветвленную сеть рабочих и профсоюзных организаций. Пока ее нет, будем реалистами, а те реальные рабочие организации и профсоюзы, которые действуют и защищают интересы трудящихся, как-то с оранжево-левым, левым в кавычках, оргкомитетом или с теми самыми, говоря словами Сталина, право-левацкими уродами, свою забастовочную активность координировать желанием явно не горят. Ну и, наконец, есть еще мощное заявление о том, что надо не платить налоги, не платить за ЖКХ по тарифам вышины, тех, которые считаются законными и так далее и тому подобное, что это подорвет финансовую мощь государства. В общем, такое мощное участие-неучастие. Тоже все нам хорошо известно из истории русской революции. Был в России такой мощный политик, как Израиль Лазаревич Парвус. И именно он в 1905 году сочинил финансовый манифест, который беззастенчиво и без ссылки на автора, на первоисточник, передрали нынешние вожди объединенной оппозиции или, говоря словами Сталина, право-левацкие уроды. Парвусу даже в эпоху революционного подъема осенью 1905 года эта операция не удалась. И есть смутное подозрение, что у людей, которые по своим интеллектуальным и деловым качествам до Израиля Лазаревича Парвуса явно не дотягивают, в нынешней ситуации это удастся. Впрочем, есть еще одна новация. Люди создают альтернативную власть. До 15 августа вожди объединенной оппозиции или, говоря словами Сталина, право-левацкие уроды, выработают общий план выборов нового альтернативного органа власти в количестве 45 персон. 30 персон будет избираться посредством голосования интернета и, так сказать, по общегражданскому списку. И еще 15 по курьям. 5 от либералов, 5 от патриотов, 5 от левых. Ну что, курьальная система в России давно известна. Именно так при царе-батюшке выбирали 4 государственных дум. Правда, я думаю, что отцы-основатели этой идеи думают не столько о примере государственных дум, безвластных и беспомощных, хотя и дававших носителям депутатского мандата большую зарплату, неприкосновенность и многие привилегии, сколько о примере Петроградского совета, который в феврале 17-го, возникнув наряду с Временным комитетом, распущенный царем Государственной думы, обеспечивал двоевластие в столице, а значит и во всей революционной России. Однако Петроградский совет, как мы помним, избирался на пике революции рабочими предприятий из числа наиболее авторитетных организаторов рабочих забастовок волнении февральской революции. Здесь предполагается совершенно иная схема. Во-первых, курьальная, а во-вторых, выборы через интернет. И самое интересное начинается, когда мы узнаем о подробностях. Член Оркомитета объединенной оппозиции Сергей Давидис прямо сказал, что до 15 августа будут регистрировать правила, вырабатывать их, согласовывать. Затем будут регистрировать кандидатов, а 7 октября, в день рождения Путина, ему исполняется 60 лет, проведут выборы. При этом кандидатами будут те, кто внесут, по словам Давидиса, от 5 до 10 тысяч рублей наличными для организации предвыборной кампании. Не знаю, будет ли задействован Яндекс.Кошелек или перечисление с банковского счета, или ограничиться черным налом, но сама по себе идея хороша. Все-таки чем приятен господин Давидис, что он честный человек, прямо и открыто сказал, как будет дело. Его соратники по оппозиционному оргкомитету, те самые право-левацкие уроды, об этом умолчали. В принципе, от 5 до 10 тысяч рублей сумма небольшая. Для любого человека, желающего стать целым депутатом целого альтернативного парламента, подъемная. Однако возникает вопрос. Если это мыслиться как центр альтернативной власти и будущее ядродовое власти в стране, то зачем собирать деньги, пусть даже и в таком смешном размере? Как-то я не представляю, что в феврале 17-го члены Русского бюро ЦК РСДРП большевиков Александр Шляпников, Петр Залуцкий, Вячеслав Молотов или вожак рабочих большевиков выборгской стороны Василий Каюров бегали по Петроградским заводам и подбирали кандидатов в будущий Петроградский совет реальный орган реального двоевластия. По принципу, кто может из рабочих скинуться там 10 целковых, 50 целковых, старый золотой червонец достать или сотенную облигациями, тот и участвует в выборах, а всех остальных отметаем. То есть и здесь налицо перехват старой идеи с ее профанированием, опошлением и соответствующей дискредитацией. Другое дело, что либеральные средства массовой информации, которые, собственно, и раскручивают весь этот наш протест, вовсю, по полной программе его пиарят. Давича в «Новой газете» журналист Семен Новопрудский написал статью между 17-м и 37-м годом. Вот так вот, ни много ни мало. При этом 17-й год у него ассоциируется с объединенной оппозицией, говоря словами Сталина, право-леватскими уродами, а месье Навальный сравнивается ни много ни мало, как с Троцким. Ну, хорошо, что хоть еще Сергея Станиславовича Удальцова не сравнили с Лениным, а то было бы за Владимира Ильича очень обидно. Ну, как-то Семену эта мысль в голову не пришла. Ну, а 37-й год – это наша власть, это, естественно, Путин. Как выпекаются подобные статьи, предположить можно. Пьется водка из больших стаканов, наливает от души Семен, а после того, как переваривает, садится и пишет текст в надежде на большой гонорар и мировую известность. И всех этих Семенов от либеральной и сопутствующей части журналистского сообщества мы знаем, кого-то даже лично в лицо, ну, а остальных по публикациям. Так вот, следует отметить господину Новопрудскому, что не надо пускать такого рода страшилки, и не надо подменять реальные факты своими вымыслами, сделанными либо на отрезвую, либо на пьяную голову. Я уже сказал, что сравнение нынешних наших оппозиционных вождей с вождями большевиков 1917 года крайне сомнительно. Но не менее сомнительно и сравнивать нынешнюю российскую власть с теми большевиками, которые находились в 1937 году в руководстве органов государственной безопасности. Я не вижу ничего общего у нынешней элиты с Яковом Аграновым и Рудольфом Аустрином, с Львом Бельским и Ефимом Евдокимовым, с Николаем Ежовым и Семеном Жуковским, с Леонидом Заковским и Иваном Малкиным, с Иваном Кабаевым и Константином Прохоренко. То были большевики, революционеры, прошедшие гражданскую войну. Люди идеи, так как они ее понимали. У нынешней власти идея одна. Деньги и собственность. И власть, которую можно конвертировать в деньги и собственность. Так что сравнение господина Новопрудского хромает на обе ноги. Другое дело, что нужно оно оному Семену для того, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость поляризации. Кого-то попугать новым 37-м, кому-то посулить шанс сделать карьеру, как ее делали деятели из Временного правительства и меньшевистско-эсеровских советов зимой, весной и летом 17-го года. Ну а самому огрести известность и гонорар. Так вот, сколько ни пиши подобных статей, сколько ни прокламируй в интернете подобных планов, сколько ни организовывая выборов за деньги от тех кандидатов, которые станут депутатами, в реалиях это очень далеко от того, что было в 17-м году. Ибо, несмотря на всю степень недовольства нынешней властью, мы пока еще не видим того революционного подъема, который охватил работницы рабочих Петрограда в феврале 17-го, который сделал революцию, который пустил под откос 300-летнюю монархию Романовых. И если мы хотим работать в этом направлении, добиваться того, чтобы этот подъем был, и чтобы революция вновь пришла в Россию, нам нужно работать прежде всего в трудовых коллективах, с рабочими, в социальных движениях, в акциях протеста. И не допустить, чтобы этот протест взяли под свое крыло либералы, чтобы они его перехватили, чтобы они на нем паразитировали, чтобы они на нем спекулировали. Если левым удастся внести свою левую коммунистическую повестку дня в социальное протестное рабочее движение, всем остальным Навальным только и останется, что вспоминать о подвигах на Ниве Кирова леса. Стало быть, цель наша ясна. Ну а то, как мы ее будем осуществлять, зависит от нас. К этому разговору, я думаю, мы еще не раз вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok